Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Андрей Сидельников, российский политик, лидер движения «Говори громче». Андрей, здравствуйте. Говорите громче, да, да, спасибо большое. Сегодня будем говорить громче об этом. Кремль боится своих же неонацистов и радикалов, назначает нового главаря над ними, а в Италии в перестрелке убивают подругу нового премьера, и угадайте, в кого в этом винят. Итак, почему война должна прийти в Россию, а еще подумаем о том, кто и как может устранить Путина. Но об этом, обо всем, сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю, что это Блиц-интервью, очень короткие вопросы и очень короткие ответы в 2-3 предложения. И вот первый вопрос. Путин ездил на Крымский мост. Помогло ли это с рейтингами? Ну, я вообще-то сомневаюсь, что это был Путин, но это мое личное мнение. У меня вот слишком много разных Путиных появляется в разных местах, хотя, в общем-то, всем известно, что он сидит в бункере. Вот, поэтому помогло, чем помогло? Там очередь с машиной, насколько мне известно. Наверное, помогло с очередью, да, видимо, как бы очередь будет его застать. Путин сейчас, как ласковый мать, да, бомбит по всем концертам одновременно. Точно. Путин теряет свою харизму и образ его рушится? Здесь все-таки двойной ответ, потому что, конечно, образ рушится, потому что, ну, уже объяснять погибших, десятки тысяч погибших российских захватчиков, очень сложно. Ну вот, конечно, они пытаются это делать. Ну вот, ну а с другой стороны, пропаганда в России работает. Вот пока Запад не примет принципиальное политическое решение о подключении всех коммуникационных устройств на территории России, тогда пока еще будет эта пропаганда, соответственно, развиваться. Но мы видим, что политической воли у Запада на этом пока нет. Посмотрим, что будет дальше. Российские беженцы, они против войны или против своего участия в войне? Они против своего участия в войне, но говорят, что они против войны. То есть вот это как бы стала фразой «я против войны» и считается, что почему-то они считают, что они должны получить любую индульгенцию, чтобы потворилось, и что они делали до этого. Поэтому, в общем-то, это люди, которые в большинстве своем просто спасают свои задницы. Трибунал над Путиным. Какой приговор возможен? Пожизненное заключение. Если мы говорим про трибунал, ну, у меня такое впечатление, что за трибунал он не доживет. Это были близ вопросы. Теперь перейдем к вопросам общим. То, что интересовало людей на этой вот неделе. И поговорим о том, что Кремль боится российских неонацистов и радикалов. Такое вот есть мнение. Ну, на самом деле, я бы не преувеличил сегодня тему радикалов. Кремль больше беспокоит партизанское движение. И вот где, в общем-то, откроется для них большая опасность. Они те радикалы, которые прикормлены, которые, в общем-то, подконтрольны. И которым просто позволяют какие-то вещи, которым позволяют, естественно, большинству спикеров, либо же лицам ломок. Хорошо. Тогда давайте поговорим о партизанах. Чем они опасны для власти? В первую очередь тем, что это не движение какое-то скоординированное. И это не какое-то объединение, это не партия, не движение. То есть, в общем-то, это люди, которые в разных регионах, не связанные между собой, делают все возможное, чтобы выразить свой протест против этой власти. Мы прекрасно понимаем, никакими легальными способами невозможно больше добиться никакой справедливости. И, соответственно, людей захватывают, они видят, как какие-то люди сжигают, например, в инкомат в определенном регионе. И, соответственно, они видят, что это возможно. И здесь по цепочке уже какая-то такая сетевая структура, я бы сказал, даже начинает действовать. Но, опять-таки, не связанные между собой, не связанные люди. И, мне кажется, они даже не знакомы, в общем-то, те, кто живет в разных регионах. Это просто самостоятельные такие группы, которые понимают, что больше у них никакого выхода не осталось. Хорошо. Если у них не осталось никакого выхода, становятся ли они на военкоматах? Или дальше пойдут мерседесы губернаторов, дома губернаторов? Может быть, сами губернаторы? Обязательно, обязательно все это будет разворачиваться. Естественно, здесь не только про губернаторов, на самом деле, речь идет. Ну, до губернатора достаточно сложно дотянуться изначально, правда? Ведь, в общем-то, достаточно большая охрана, но есть же уровни пониже чиновники, которые сотрудничают с этой властью, и они, в общем-то, также виновны. Поэтому это начнется с глав поселковых советов, начальников отделения полиции местных. То есть, в общем-то, те, до кого могут дотянуться обычные граждане. Мы же говорим сейчас не опять-таки о какой-то структуре, которая там финансируется кем-то. Вот, поэтому, в общем-то, здесь уже до кого смогут дотянуться, до того дотянутся. Ну, можно сказать, что борьба началась против системы? Нет, я не могу так сказать, и это было бы неправильно. Есть определенные зародыши этой борьбы в связи с тем, что действительно площадка полностью защищена. В России нет оппозиции официально никакой. Люди из оппозиции либо убиты, либо в тюрьме, либо большинство оппозиционеров на сегодняшний день находятся за пределами Российской Федерации и, соответственно, не имеют возможности внутри проводить полумасштабную работу и деятельность. Теперь поговорим о следующей теме. Ждите после Нового года писем счастья, точнее, смсок счастья. В России будут раздавать повестки через соцсети, смски. Это уже официальное заявление, насколько я понимаю. Ну, вообще-то, их раздают и сейчас вообще-то. То есть, опять-таки, та мобилизация, которая у Путина началась якобы частично 21 сентября, она совершенно не заканчивается. Сейчас просто идет такой этап не совсем публичный, но в то же время в разных регионах, мы знаем эти случаи, выдаются повестки. Слушайте, на днях, по-моему, даже 12-летнюю мальчику повестку принесли. Я понимаю, что это ошибка, естественно, в общем-то. Но, кстати, понимаете, какой-то абсурд. Ну, естественно, мы уже знаем, и это публично известно о том, что были сделаны заказы на печать вот этих повесток. Конечно, они будут после Нового года раздаваться вот в том же, наверное, объеме, как это было после 21 сентября. Ну, хорошо. Тогда получается, что у этих людей бежать будет некуда. Они пойдут на войну с Украиной? Вот просто вот потому что бежать не будет? Ну, опять, здесь, в общем-то, каждое решение принимает для себя сам. Ну, знаете, я в свое время уехал, это было 15 лет назад, еще тревяные времена. Ну, как-то я уехал, в принципе, вообще без денег. Было, безусловно, сложно. И люди прекрасно должны понимать, что на Западе это не манна небесная, и никто обхаживать, естественно, не будет. Это большой труд, большие проблемы. Но, опять-таки, каждый из себя должен решить сам, готов ли он умереть, ни за что. Или же, в общем-то, вот он попытается спасти себя, уехав, ну, в данном случае, в любую соседнюю страну, как мы видим, сейчас это идет, в первую очередь, Казахстан, Армения, Грузия. В дальнейшем уже принимать будут решения, как это происходит. Ну, я призываю всех уезжать, кто может туда. Мужчин, во всяком случае, мужское население. Кроме как уезжать, вариантов нет? Вариантов больше нет. А какие варианты? Дело в том, что либо в тюрьму за отказ, либо, значит, в полиэтиленовый мешок после того, как бросит неподготовленный комбилизантор, как это делается сейчас, на фронт. Здесь, как бы, выбор-то небольшой, на самом деле. Кстати, недавно мне попалось видео, там, где сенатор Ханты-Мансийского округа, если правильно называюсь, сенатор, кажется, да, говорит... Ну, это, кстати, федерация, то это сенатор, да. Говорит безногому солдату, что если есть колени, то это бегать можно. Вот так он говорит. У тебя колени есть. У тебя колени есть. Ты вообще будешь бегать. Погравим. Если было время и желание, и возможность вообще добиваться, ну, это, там, единицы обычно из общего числа, вот, то, конечно же, люди, наверное, получали какие-то протезы. А вы знаете, я буквально сегодня, мне кажется, попался на глаза ролик, который пропагандистский канал РТ выпустил по поводу того, как замечательно теперь живут люди, которые лишились конечностей вот в этой войне. Серьезно? Да, сегодня я вот просто видел мельком, это какой-то кошмар и жуть. Это якобы они там играют то ли в футбол, то ли мячиками, то ли что-то еще. Такие все радостные, такие замечательные. Ну, это, конечно, постановочная вещь, естественно. Ну, вот. Ну, это вообще дико смотреть, дико вообще смотреть пропаганду. Я стараюсь этого не делать, но просто вот на глаза попался такой ролик. Это реально ужасно просто. Видите ты все. Вот. Поэтому, да, эти люди будут на обочине вообще жизни. И, в общем-то, ну, и сейчас незавидная жизнь в этих депрессивных регионах, а это будет еще в десятки раз хуже. Поэтому здесь можно только, наверное, посочувствовать этим людям, которые поверили преступникам, поверили фашистскому руководству страны в очередной раз. Ну, как бы, вот это же опять-таки их был выбор. И еще власть забывает сказать, что современные протезы, это же санкционные товары на самом деле. Они же западные. Ну, это естественно. Это, конечно же, этого нету технологий в России. Их не будет. Это тоже понятно совершенно. То, что, кстати, в этом ролике, который РТ выпустила там, ну, то, что я вижу, мне, конечно, сложно с экрана. Это я не специалист. Но, по-моему, это все-таки были закупленные иностранные протезы. И явно не российского производства. Ну, если уж Путин на какой машине там, по Крымскому мосту ехал? На Берседесе? Ну, так вот, что у нас все вот так вот, через одно место. Они прекрасно для себя пользуются благами западной цивилизации. Однако, что для всего населения предлагают вот потужить пояса и жить в говне. Но это, опять-таки, было годами. Об этом много говорилось. Но, в общем-то, мы в свое время не смогли достучаться до большинства населения и как-то убедить, что необходимо еще задолго до начала полномасштабного вторжения бороться с этим преступным режимом Путина. Людей все устраивало. Ну, и сейчас, наверное, кого-то устраивает. Не устраивает только тех, когда вот сейчас, да, жареный петух за заднюю цыплю, ну, и они теперь вот бегут из страны. Но, опять-таки, они делают это только, чтобы спасти себя. И им совершенно все равно, какой режим находится в России. Советник главы Офиса президента Подоляк, он недавно заявил, что война не завершится только освобождением всей территории Украины, потому что нужно будет и демилитаризировать пограничные районы Российской Федерации. Ну, там, отодвинуть войска Российской Федерации на 50-100 километров. Это означает, что война каким-то образом бредет на эту территорию. Россия готова к этому? Нет. Смотрите, Россия, во-первых, к этому, естественно, не готова, не категорически не готова. Сегодня, по-моему, было заявление Пескова, что никаких войск с территории Украины не будут убирать российские власти. Это, видимо, в ответ на предложение Владимира Зеленского, президента Украины. Война пришла в эти регионы. И в Белгородской области почитать паблики из этих регионов, которые граничат с Украиной, ну, люди прекрасно уже понимают, те, кто живет там, что война так не пришла. И у них, в общем-то, ну, естественно, несравнимо то, что происходит на территории Украины. Но в то же время уже риторика людей меняется, во всяком случае, при граничных регионах. Что касается завершения, вообще, окончания войны, то, конечно же, прекрасно все понимают, что когда украинские войска дойдут до границы территории, значит, границы 91-го года, угроза будет постоянно исходить от, соответственно, соседа. И, соответственно, невозможно закончить боевые действия, только выйдя к своей границе. Поэтому здесь представят, наверное, огромные переговоры с международным сообществом, в первую очередь, как быть, да, и что предпринимать для того, чтобы не было возобновления там через какое-то время. Для этого нужно наверняка принимать международные какие-то акты, которые позволят, во-первых, в первую очередь, оставить Российскую Федерацию без ядерного вооружения, ну и вообще запретить, скорее всего, на какое-то время, возможно, обладание вооруженными силами. Здесь это, в первую очередь, это два главных вопроса, которые, на мой взгляд, стоит поднимать после того, как украинская армия окажется на границе Украины 1991 года. Ну, условного москвича не пугает то, что война придет в Россию там на 100 километров вглубь территории? Меня совершенно не пугает. Более того, я сейчас пытаюсь организовать проект, который называется «Народный дрон на Кремль». Это задача сделать тысячу дронов и запустить его в сторону Кремля. 980-990 дронов они собьют, допустим, а 10 долетят. Андрей, вас не пугает, я знаю. Вы давно уже, мне понятна, ваша позиция. А вот условного москвича? Конечно, пугает. И условно пугает. Они вообще не хотят ничего слышать о войне, и им комфортно жить так, как они живут. Если их не трогает власть, то все у них замечательно. Вот я просто хорошо знаком с этой публикой. Ну, надо сказать, что на сегодняшний день в Москве проживает меньше 50% москвичей. Ну, по факту уже действительно москвичи давно уже за многие годы как-то эмигрировали в разные страны. Это, в общем, происходило на протяжении последнего десятилетия. Ну, а те, кто сейчас себя называют москвичами, им, конечно, что-то пугает. Они, конечно, этого не хотят. И более того, они не понимают, что с этим делать. Но они даже об этом сейчас не думают. У нас всегда получается только, когда вот тебя касается. А когда касается соседа, да ну, наплевать, меня же не коснулось. И все думают, что они со своими связями справятся, они выкрутятся, они взятки дадут. И каждый считает, что он умеет других. Ну, пусть считают. Вот когда дроны действительно на Москву полетят, и когда они окажутся вот в той ситуации, как оказались киевляне, например, киевляне, да, которые сидят без света, без тепла, без воды какие-то, дома. И это огромное количество людей. Но люди остаются, люди не уезжают. То есть, в общем-то, здесь я совершенно потрясен духом вообще украинцев. Я с мая месяца большую часть времени провожу в Украине и в разных регионах. Большинство, конечно, времени в Киеве. Но я совершенно потрясен вот этим духом людей, которые могут зимой, действительно, без света, без тепла, без воды, без элементарных, в общем-то, житейских вещей, быть сильными настолько духом. Это действительно просто вдушевляет меня самого, по большому счету. Андрей, скажите, нет у вас такого инсайдера? Сколько сейчас стоит отмазаться от мобилизации? Я не буду врать, цифры совершенно разные, в зависимости от региона. Но, насколько мне было известно, в Москве можно было за 10 тысяч долларов решить вопрос с мобилизацией на тот момент, вот эта осень этого года. Насколько это будет сейчас, конечно, цены наверняка повысятся. Наверняка в регионах это намного меньше суммы. Понятное дело, что все зависит от того места, где это происходит. Путин терроризирует Европу, иначе как объяснить? В Германии российский след с радикалами, которые готовились к перевороту. В Испании российский след, бомба, где-то там из учреждений. В Риме стрельба в кафе, где случайно, вот как-то почему-то случайно, находилась подруга нового премьер-министра Италии, и она то ли пострадала, то ли ее убили вообще. Ну, просто куча совпадений. Может, Европе пора уже понять, что Путин это гопник, и пора что-то решать с ним? В Европе давно было это нужно понять. Мы 10 лет последние бились над этим, но это все было безуспешно. К сожалению, как-то открылись европейские политики в глаза, только когда бомбы начали падать на мирные города. Да, Украины. Поэтому, ну, очень сложно. Действительно, финансовый спрут российских властей, он очень сильно за эти годы проник в европейское сообщество, и не только европейское, естественно. Вот. А вот это вот сейчас побежавшее количество безумных россиян, это было полутора миллиона, да, как минимум. Вообще, я считаю, что это прекрасная и самая лучшая вообще акция российских спецслужб за всю историю в совокупности. Потому что, представляете, какое огромное количество сейчас вот этих якобы, значит, беженцев, хотя никакие не беженцы, естественно, из них просто единицы обращаются за политическим убежищем, потому что они просто не попадают. Эти люди под основанием Женежской конвенции о беженстве. Ну вот, и они, естественно, не могут рассчитывать на этот статус. Но какое огромное количество вот этих засланных казачков, спящих агентов на сегодняшний день разбрелось по миру за время полномасштабного вторжения. Это же действительно сотни тысячи и десятки тысяч людей. Им необходимо сейчас врасти в разные страны, обзавестись там легальными документами, работой, семьей, жизнью. То есть нужно формировать уже свою картотепу, как говорится. Поэтому я не думаю, что они сейчас задействованы. Те случаи, которые вы перечислили, безусловно, это еще старая агентура, и мы увидим в ближайшем будущем подобных случаев будет еще больше, больше и больше, тоже будет это нарастать, потому что, ну, выхода, я смотрю, другого нет. Ему нужно дестабилизировать ситуацию в странах Европы, как минимум, потому что вряд ли получится в Соединенных Штатах у него. А в Германии, то же самое Италии, это, безусловно, у него большие возможности в связи с тем, что действительно в последние десятилетия экономическая, политическая элита этих стран была просто куплена Владимиром Путином, и, в общем-то, он умело умеет использовать вот эти полученные разведкой актив, скажем так. Можно предположить, что будут теракты против мирного населения, убийства политиков, и главное, что не руками российских спецслужб, а условно мафиози, какими-то там группами радикалов. Это все будет, да? Безусловно, будет. Во-первых, спонсируется, поддерживается на сегодняшний день. Мы даже уже знаем открытых, затрытых источников, то, что спецслужбы разных стран говорят, это в Германии. Вот есть партия, которая, по-моему, уже даже находится в парламенте, в Рестаге. Они, по-моему, фракции, я не помню, как они называются, там на три буквы с А что-то связано такое. Не могу точно произнести название этой структуры. Ну вот, безусловно, да, они будут использованы. Это будет через, опять-таки, в посольствах сидят работники спецслужб, а не Министерство иностранных дел. В Великобритании так нет ни одного просто дипломата, как работника, да? Там все сотрудники российских спецслужб. Я не понимаю, почему до сих пор Великобритания не разорвала дипломатические отношения с Россией. Этот вопрос обсуждается в парламенте, и я встречаюсь с парламентариями. Это один из главных вопросов, которые я обсуждаю в последние месяцы, потому что понимание того, что это не дипломатический корпус, а именно там логово резидентуры и активных сотрудников спецслужб у Великобритании и есть. Но, опять-таки, не хватает, видимо, политической воли перекрыть полностью кислород. Я в этом плане достаточно жестко выступаю, потому что действительно, я 15 лет проживаю в Лондоне и ну уж настолько там все это уже даже явно происходит. Вот эта наглая российская элитка ну просто действует совершенно действительно в наглую и никакой управы по большому счету пока найти невозможно. Они привозят всяких путинских значит пособников. Они официально говорят, что они против войны. Очень удобно прикрываясь этим лозунгом заниматься отмыванием денег, заниматься активной разведывательной деятельностью, я бы сказал, ну и просто вносить дестабилизацию в русскоговорящее сообщество Великобритании. Ну, это, опять-таки, то, что я знаю по стране. В других странах мне кажется наверное аналогичные ситуации происходят, хотя есть время особенности свои. Чтобы Путин не смог отдавать приказов убивать тех же подруг премьер-министров или политиков, спецслужбы других стран могут убрать Путина? Ну, скажем так, насколько мне известно, такой вопрос поднимался на встрече представителей спецслужб разных стран, решение не принято. Почему? Путин им дорого как память или как? Ну, здесь многофакторность на самом деле, насколько мне хватает понимания, потому что все-таки пока Россия является ядерной державой, вот, и, конечно же, огромную территорию дестабилизировать полностью, ну, нет возможности в большом счету. Я знаю, что прикладываются усилия и ведут секретные переговоры с верхушкой российской власти, с многими пытаются найти какой-то контакт, мы видим, как вот сейчас арестовывают российских олигархов, те, кто эту систему все строил, помогал Путину финансово, с ними проводятся естественно и беседы, и торг происходит определенный, потому что эти люди могут повлиять на ситуацию, да, они, конечно же, боятся, естественно, но, во всяком случае, на сегодняшний день уже в верхушке окружения Путина понимание того, что куда он завел, уже существует, другое дело, что открыто они, естественно, выступить не могут, потому что для них это, да, окажется последним днем, то есть даже без следствия и будет, в общем-то, по черновесу выкинется из окна, да, то есть, например, неудачно упадет на нож, ну, как обычно, это бывает, по большому счету, либо просто отравят, как отравили Александра Литвиненко, ну, то есть, есть примеры, есть вещи, которые, в общем-то, и останавливают, с другой стороны, я считаю, что, в общем-то, наверное, на сегодняшний день нет смысла спецслужбам стран скажем так, ликвидировать Путина, более действенный метод, это просто отключить Россию от всех коммуникационных устройств, просто от всех, вот просто взять и полно сделать локдаун, это не будут ни телефоны у людей, это не будут работать приборы, даже домашние, вот эти телевизоры, микроволновки или что-то еще, то есть, а уж я не говорю про запуске ракет, да, то есть, как бы здесь понятно, что технологий России своих нету, поэтому это нужно перекрыть просто одновременно, не поэтапно, а просто взять и отрубить, совершенно известно, что, например, айфон и компания Apple может одним нажатием кнопки у себя отключить все телефоны Apple на конкретном месте, на конкретной территории, и, соответственно, ну, что они будут делать со средствами, а тогда уже пойдет, соответственно, недовольство и население, когда они в кредиты, значит, покупали эти огромные плазмы телевизоры, у всех, значит, дорогие в кредиты опять взятые айфоны, другие марки телефонов, и они в одночасье превращаются вот в ничто, да, вот карет превратился в тыкву, ну, как вы думаете, как обычный россиянин, когда он там всю жизнь работал, пытался, взял кредиты, должен куча денег пользоваться этими благами, а это все оказывается пшиком, вот что он будет делать, как вы считаете? Ну, сначала обвинит хохло во всем, потом Госдуме, а потом... Отлично, а дальше, ну, вот сел, все, погоревал, а что, у всех же такая ситуация будет, начнутся сходы людей, начнутся как бы претензии к украинцам, это, конечно, здорово на словах предъявить претензию, но какой-нибудь, не знаю, из Пировской области, вот что им, где они там, никогда не выезжали из своей, из своего региона, а уж не говоря уже про Украину и все остальные, там, бывшие даже советские республики, им, что вот ругать? Ну, ругать можно, но предъявлять претензии, они будут, опять-таки, главе своего поселкового совета, губернатору, мэру города, это вот так пойдет, поэтому, я считаю, это действенный способ отключать нужно, мы об этом говорим уже несколько месяцев, кстати, вот, но пока нет понимания такого у западных лидеров. Давайте перейдем ко второму блицу, напоминаю, вопросы короткие, ответы короткие, и такой вот вопрос, сколько еще будут бомбить украинскую инфраструктуру, Путин считает, что это дает плоды? Это плоды не дает, мы это видим, потому что население объединяется, ему почему-то, видимо, рассказали, что это наоборот, как бы, люди будут недовольны и выйдут свергать президента Зеленского, все случилось ровно наоборот, бомбить будут до того момента, пока не кончатся бомбы, но они когда, ну они закончатся, потому что, ну уже какого-то количества было скинуто, и, соответственно, уже нет возможности такого массированного залпа, и нарастить производство тоже невозможно за это время. Соратники Путина до сих пор беспрекословно выполняют все, что скажет Путин, или уже есть сомнения? Нет, сомнения есть, но выполняют беспрекословно. России нужен новый Путин после свержения этого режима? Никакого Путина нового России не нужен. Лично я выступаю с своими коллегами по съезду народных депутатов, которым в ноябре месяце привели, мы выступаем за парламентскую республику, я буду отстаивать именно эту конфигурацию и государственное устройство для России будущего. Но тоже нужно понимать, Россия сегодня в историческом плане уже не существует, это будет развал и гражданская война, поэтому европейскую часть хотелось бы видеть парламентской страной, парламентской республикой, которая будет потихонечку возвращаться в цивилизованное сообщество. Это будет сложный путь, это будут во-первых огромные репарации, которые лягут на россиян, которые будут выплачивать Украине и украинцам долгие десятилетия. Если бы сейчас в России случились честные выборы, кто бы на них победил? Выборы президента? Я считаю, выборы президента не надо, и парламентская республика не позволяет это делать. Хорошо, вот если бы сейчас в России... Я скажу, понимаете, опять-таки, честные выборы это что? Это вот только один день голосования? Нет, это не честные выборы, это, извините, подготовка к выборам, это состязательность, это возможность агитации. К сожалению, на сегодняшний день в России действует пропаганда, если мы его сегодня, допустим, установим и изначим выборы через три месяца по закону это необходимо, люди проголосуют за того же Путина, потому что альтернативы, они не понимают, что может быть альтернатива, они уже привыкли, уже поколение, второе поколение растет при Путине, слушайте, ну как бы 22 года уже при нем люди родились, уже отучились и начали работать, создавать свои семьи. Ну, простите, это как бы уже здесь люди просто не понимают, что возможно сменяемость власти. Так что должны быть парламентские выборы и должно быть предоставлено право после иллюстрации, после возмездия предоставлено каждой силе прямое участие без какого-то там процентного барьера. я считаю, что на первый парад необходимо вернуться и к блокам, и каким-то ассоциациям, то есть все, кто захочет, могут принимать участие, но они должны пройти путь фильтрации, иллюстрации и возмездия. Надеюсь, что так и случится в ближайшее время. Для этого нужно верить в российских партизан и вооруженные силы Украины. Большое спасибо за интервью, ждем победы. Да, все победы обязательно поздравим, но я тоже надеюсь, что в ближайшие месяцы наверное все-таки будут, ожидаются приятные моменты с фронта и конечно же мы все выступаем за победу Украины. Спасибо большое. Спасибо.